друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка life мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях ну а также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки за ваши хорошие добрые веселые интересные комментарии ребят огромное вам спасибо за вашу поддержку ну что очередной киношедевр от уралочки и сарафана уралочка друзья мои как всегда в начале своего ролика со своим монологом маленькой февочки я все что вот друзья мои когда же эта февочка уже поймет что она уже взрослая тетенька уже пора собственно пора немножечко взрослеть да да друзья мои но февочка застряла где-то в возрасте а лет такие пяти привет друзья у нас сегодня такой серенький день а мы наконец-таки оздоровели туда друзья мои представляете случилось чудо отошли друзья мои от гуляли от шумели да от отмечали в общем то ну конечно же обмывали уралкины подарки ну и все а теперь уже сразу бац как говорится и в дамках и уже оздоровели но надо думать уралочка в конце концов твою же дивизию выходи как говорится из запоя это дело такое за да да может затянуть по самое не балуй далее друзья мои уралочка рассказывает что обдуга не пошел в школу правильно ну а они друзья мои решили отправиться погулять правильно все в лучших традициях обдушку в школу ну а сами куда-нибудь отдохнуть погулять и конечно же без обдушки пожрать желательно как то так заедем заедем на почту отправим посылочку друзья мои а я знаю куда они отправляют посылочки да не просто так а вот как раз таки тот самый товар который им приходит от рекламодателей и так далее они как раз таки отправляют посылками до своим зрителям которые у них все это дело приобретают как то так все очень просто либо на авито либо на юлу либо вот так вот посылочками своим же зрителям все очень просто да это уралочка там стоит рассказывает это значит для племянницы это для какой-то родственницы это для какого-то родственника да как как говорится никого в глаза не видели да кроме племянницы которую особо то никогда подарками не задаривали а тут вдруг бац родни целая куча с которыми уралка и знаться не зналась да но при всем при этом на словах рассказывает как она их одаривает подарочками ага это только для ежа это только для чужа да друзья мои так уралочка ну и говорит ой поедем в екатеринбург пощупимся хоть воздухом подышим уралочка мне просто интересно а где-то собралась воздухом дышать может быть а возле проезжей части да дышать выхлопными газами или дышать свежим воздухом в торговом центре короче уралка как скажет как говорится как в воду пернет простите друзья мои не могла сдержаться потому что уралочка это действительно кладезь талантов я бы сказала наше большое такое талантище да талантище но и говорит все хорошо сарафан сарафан ее значит это ей вторит все хорошо прекрасная маркиза она да да друзья мои вы знаете мне так нравится я конечно понимаю что это известные выражения вот эти почему-то известные выражения они раньше никогда не произносили за редким исключением теперь постоянно повторяют за мной все известные крылатые фразы известные выражения пословицы и поговорки да 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 вот любители они повторюшки дяди хрюшки до этого не раньше никогда не никак говорится ну а сейчас понеслась душа в рай ну что ж я не жадная может быть авось чему-то их и научу далее едут и уралочка вы знаете как заправский заправский специалист по екатеринбургу друзья мои она опять решила почувствовать себя экскурсоводом помните как она стояла а вот оно здание а вот оно здание а вот дом а вот другой дом здесь было тоже самое пока сарафан рулил держал баранку в руках до крепче за баранку держись шофер но в данном случае крепче за шоферку держись бара да уралка в этот момент проводила экскурсию для своих фефочек а вот такое здание а вот это еще вот такое здание там а еще вон такое здание да да ой а вдруг они то у нас мечтает купить квартиру в екатеринбурге ничего вырастет купит конечно хуралочка естественно обдушка что такое работать конечно же знать не знает и благодаря таким родителям никогда наверное не узнает а мне вопрос да у меня вопрос на засыпку уралочка как всегда а ты-то много чего себе купила к своим практически уже почти 54 года ну если б не youtube да то до этого вообще вы жили в проголодь и жила ты в квартире своего деда долгие долгие годы сарафан тоже ни черта как говорится не имел обдушка говорит вырастет и купит ну да для этого осталось только собственно куда-то устроиться на работу получить какое-то образование но видимо вот эти моменты уралка решила перескочить обдушка конечно же вундеркинд друзья мои да 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 как говорится купит все купит все будет далее приехали а приехали как она сказала ой пошопится здесь есть большие размеры олушка дорогуша ты наша мы что-то если честно юмора совсем не поняли о каких больших размерах речь ты же нам тянула тянула свою куртюшку показывая какая ты в ней уже худющая друзья мои вы знаете это что-то и опять ей нужны большие размеры а я все жду наде да я все ждал надеялся и верил а мы все ждем друзья мои надеемся и верим когда же похудеет наш олег да не вещий но все-таки олег не я виновата но я первое это заметила друзья мои да просто так уралочки написали собственно вот и стало как говорится олегом далее она говорит а я думаю а что это сафарчик пошел к соседней машине а он там представляете кошелек нашел да и вот взял и на машину положил ребят я слушаю этот бред сивой кобылы думаю ничего там совсем чеканулись да чуть не сказала другого а этот дурак еще и говорит я не смотрел что там в кошелька я просто взял и положил на машину я думала может быть до этого друзья мои пяти контропа все-таки дойдет что надо было может быть написать записку оставить да если вы потеряли кошелек позвоните по такому-то номеру потом если человек тебе позвонить да можно было бы положить на машину да можно было бы узнать что там в кошельке какого цвета кошелек какой формы что там должно быть в кошельке и так далее но нет друзья мои каково же было мое удивление когда я увидела что сарафан прям на машину положил кошелек сарафан мне просто интересно это и для кого этот кошелек положил для того кто пройдет мимо тут же прям как бельмо на глазу лежит вот этот вот кошелек то есть его схватит абсолютно любой то есть сделал типа аля доброе дело он хотел сказать а я даже не заглядывал в кошелек что там в этом кошельке сарафан господи ну это вообще точно гибанько из сказки морозка вот по-другому не скажешь что хотел показать насколько друзья мои он честный ну 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 в общем ладно дело-то не в этом дело в том что он взял и положил этот кошелек прям на видное место бери как говорится не хочу далее урал очка я смотрю на уралку друзья мои в этой курточке фунтик 50 лет спустя в этой радость поросенка уралка стоит в этом капюшоне знаете она мне напомнила чукча в чуме ждет рассвета а рассвет наступит летом да просьба не обижаться да не чукчи не хотел ни в коем случае обидеть но уралка выглядела да друзья мои знаете в таком национальном как будто она костюме чукчи да у него вот эта вот опушка вот этот мех искусственный да уралка сощурилась лицо такое круглое знаете такое прям как блин стоит глаза сощурила щелочки нет вернее даже глаз вообще не видно ой как хорошо запахло весной да друзья мои то серенький день то весной все таки запахло хочется уже сказать ты уже там определись ну ладно уралочка не будем придираться здесь конечно согласно погода меняется по несколько раз на день это понятно далее друзья мои проходя мимо ювелирки да уралочка говорит ой шефарчик то мне колечко предложил за 97 тысяч рублей да друзья мои конечно же конечно же верим верим только нужного размерчика не нашлось представляете да но уралочка ты знаешь можно было бы поверить о любому но не твоему сарафану она говорит сафарчик вошел в азарт и давай мне предлагать колечки уралочка ты знаешь а предлагать жениться это не значит жениться точно так же и предлагать купить что-то это не значит что это купить он знает прекрасно что он тебе этого не купит и знает прекрасно что собственно о чем вообще речь уралочка какой к чертовой матери азарт он тебе к 18 числа каждого месяца должен был уже купить шесть или семь ювелирных украшений каждый месяц он же клялся и обещал что он будет тебе покупать ювелирные украшения каждый месяц ну что из-за эти 6 7 месяцев ты получила всего лишь подарок один единственный раз это эти подарки приурочили сразу и на 8 марта и на днюху и возможно еще 10 лет спустя да еще и на 10 лет как говорится вперед далее друзья мои я смотрю в этот момент когда она рассказывает про своего сарафана когда они стояли возле ювелирки знаете он с таким пренебрежением на нее смотрит он прямо вот стоит крутится вокруг своей оси в разные стороны видно насколько он стесняется находиться с ней рядом сарафанчик ты знаешь что ты не переживай ты не намного лучше урал очки выглядишь вот не намного я бы сказала что вас почти уже можно принять за ровесников почти такой небольшой небольшой в между вами как говорится возрастной промежуток ну а далее друзья мои наша красопета прибежала все таки в отдел больших размеров и стоит там представляете что же она там начала выбирать ни за что не поверите мои хорошие джинсики а ой а есть джинсики на меня друзья мои да кстати пока они значит туда бежали я что-то не поняла они сначала какого-то дядьку показали который там сидел с усами возле значит вот как раз таки в торговом центре да недалеко от этого господи от фонтана вспомнила аллилуйя это случилось да так вот а потом этого дядьку забрюлили объясните мне чего они там дядьку забрюлили может какой-то родственник или может быть кто-то им сказал убери убери меня забрюли меня иначе получишь пашам не знаю друзья мои что там произошло может дядька их напугал да кто его знает а почему бы собственно и нет ладно я делал не в этом значит прибежали они в отдел и она говорит ой ой вот тут такие вещи ребята я смотрю она все достает кофтюшки которые вы знаете явно максим максимум размер на пятьдесят четвертый пятьдесят шестой мне просто интересно какого ляда она хватает кофты которые ей явно знаете на пол сиськи больше как говорится никуда а про джинсики уралочка мы что-то если честно не поняли ты на свою пятую точку на свою мадам сижу в прошлом году один единственный раз натянула ну типа а-ля джинсики уралка кричала я буду теперь тоже модная девочка-фефочка и все я так понимаю не так да благополучно разошлись по швам друзья мои и больше нам эти чудо штанцы никто не показывал не знаю может кому передарила эрихе я сомневаюсь потому что у эрихи жопендра точно не меньше да эриха мне кажется вообще уже примерно уралкиных размеров если только может быть 15 20 кг чуть поменьше но вы меня извините у эриха и помоложе как говорится будет а какие ее годы да но в любом случае уралка начала смотреть джинсики уралочка мы что-то не поняли а ты вроде как худеешь да или что в тени влезаешь тебе уже нужны побольше короче друзья мои это что-то с чем-то далее далее начала решила нам устроить показ мод и поехала шопиться если честно что вообще ничего не понимаю заказывает заказывает вещи заказывает заказывает ребят вот я о чем и говорю некоторые пишут но то ли то ли смотрят ее через раз то ли смотрят ее совсем немного да может быть новички которые пришли но кто-то конечно же пишет уралкины хомяки которые прикидываются что они не хомяки да но я что хочу сказать многие не понимают и говорит вот она сказала что у нее шестьдесят восьмой размер для какой к чертовой матери шестьдесят восьмой размер там у нее как раз таки на всех вот этих вот тики тексах и василька где она заказывает там самый максимальный размер это 68 больше размерной сетки размерного ряда там нет по этой причине все что она там заказывает она потом благополучно продает потому что на нее практически ни одна вещь не налезает именно по этой причине они ездят покупать вещи в другие места а как же их магазин я так понимаю все друзья мои магазин приказал долго жить но не пошел у них этот бизнес понимаете иначе бы она но не покупала бы в других местах она же все время кричала вот в нашем магазине вещи больших размеров и так далее да нет уже давно мне давно никакого магазин и васильки эти китексы на нее не налезают именно по этой причине ей приходится искать где-то еще ребят но это ладно когда она стала мерить обновки померила рубашку да а в клетку вы знаете рубашка честно была на ней хорошо но я что хочу сказать все что она мерила показывали только исключительно до пояса да они же пояса нам никто ничего не показал хотя мы знаем прекрасно что брюхо там висит до 5 до собственно до причинного места и ниже даже до 5 поэтому как это все выглядело на самом деле никому не известно рубашка была неплохо но ребят вы меня извините сарафан настолько фильтрами июте ну я конечно понимаю кто то скажет нет там не было никаких фильтров какие фильтры о чем речь ребят вы меня извините когда он показывал ее здесь на днях два или три дня подряд когда она такая гора стояла и в экран не влезала на кухне и тут нам показали ее усеченную в два или в три раза меньше но не смешите народ но у нас амнезии нет да она у нас не случилось за один день и мы прекрасно помним что вчера у уралка не влезала в экран а сегодня он сделал ее прямо такую маленькую маленькую девочку фефочку размера таки пятьдесят шестого не ну круто друзья мои